В этом году народной поэтессе Фазу Алиевой, чьи стихи всегда были наполнены смыслом и любовью, исполнилось бы 90 лет. Литературный вечер «Голос мира и любви», посвященный ее юбилею, организовали Дагестанский гуманитарный институт и все подведомственные Муфтеатр Республики образовательные учреждения. В зале Русского драматического театра собрались сотни гостей. Все подробности мероприятия в обзорном сюжете Малики Курбановой. Аллах наделяет каждого человека алла-матом. Вот и тебя он наградил, и не одним. Каким, бабушка? Огромным сердцем и прекрасными костями. Вот и цени их. Обещай мне перед Аллахом беречь их. Обещаю, бабушка, я буду беречь их. Программа была насыщенной и яркой. Организаторы постарались отразить в сценических миниатюрах, танцах, стихах жизненный и творческий путь Фазу Алиевой. И для многих гостей этот вечер – новое знакомство со знаменитой поэтессой. Мы отталкивались от рассказов Джамблата Мусаевича. Хотели показать именно с точки зрения духовности ее, несмотря на то, что она была женщиной светской, но всегда крутила четки, молилась. Перед каждым волнительным моментом, экзаменом, моментом жизни, она всегда обращалась ко Всевышнему. Она всегда читала дуа, которые ее научила ее бабушка. С творчеством Фазу Гамзатовны и ее активной общественной деятельностью знакомы далеко за пределами республики и страны. Она долгие годы была редактором журнала «Женщина Дагестана», входила в состав Общественной палаты России, возглавляла Дагестанский комитет защиты мира. Отдельного внимания заслуживает тема войны и мира в ее творчестве. Маленькая Фазу в годы Великой Отечественной войны была тружеником тыла и трудилась наравне со взрослыми, а боевые действия в Афганистане стали ее личной болью. Уже будучи прославленной поэтессой Фазу Гамзатовна, ездила туда, чтобы поддержать советских солдат, среди которых служил и ее сын. И когда-то сказанные ею слова, где бы ни стреляли, пуля попадает в сердце матери. Актуальны и сегодня. Просто посмотреть на нее, они можно судить о Дагестане, о дагестанской женщине, ее наряд, ее украшение, ее взгляд. А личностно-многранное, творчество-многранное. Каждый, кто прикоснется к ее творчеству, найдет что-то родное для себя. Я была ребенком, но тем не менее это всегда была душа компании, это всегда было вокруг нее море любви, признание и со стороны женщин. И это море оптимизма всегда. Но и в том числе присущие женщине-горянке – это стержень. Это очень сильный, мощный духовный стержень, который позволял и позволяет сегодня нашим женщинам противостоять всем трудностям. И быть опорой не только в семье, но и в общественной жизни задавать то. В фойе русского театра гости могли ознакомиться с творческим наследием Фазу Гамзатовны. Здесь также была развернута выставка продажа картин учащихся гуманитарно-педагогического колледжа. Вырученные средства, по словам организаторов, в качестве гуманитарной помощи будут направлены в Украину в поддержку ребят, пострадавших в ходе специальной операции. Вы видите сейчас вот эту гуманитарную акцию, на которую нас вдохновила именно ее жизнь и ее пример, когда она помогала солдатам, воинам, отслужившим в Афганистане и прошедшим такие нелегкие месяцы службы. Поэтому вот сегодня эта акция проводится в помощь тем, кто сегодня со стороны, с нашей стороны участвует в военной операции на Украине. Ее поэтический голос самобытен. Каждое ее произведение, наставление, ее материнский наказ – жить по совести. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держала. Там все свое, там распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Свои капризы у порога бросили. На сцене очередная история из жизни поэтессы. Она связана с Кораном, подаренным ей, муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом Афанди. Когда она заболела, наш муфтий, шейх Ахмад Афанди, отправил меня к ней вместе с Кораном. Он сказал, передай ей от меня. И потом вот ее помощница Мариза передала мне, что кто-то попросил ее, пришел в гости, она не смогла отказать. Очень попросил именно этот Коран. И она говорит, я так жалею, что отдала его. Я бы хотела, чтобы он остался у меня дома, моим детям. Я не успела, к сожалению, передать ей его при жизни. Поэтому сегодня с удовольствием сделаю это, передав его Джамбулату Мусаячу. Пожалуйста, если можно, подойдите. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем салам алейкум. Вы знаете, это бывает волнительно, это бывает очень счастье испытываешь, когда ты максимально близко тебя приближают к матери, к ее памяти, к ее летописи, к ее жизни. Я очень хотел бы, чтобы вы все сейчас поаплодировали вот этим и детям, которые читали стихи. И всем тем, кто выходил на эту площадку, не профессионалы, не профессиональные артисты, они могут дать иногда намного больше, нежели профессионалы. Особая душа, особая чуткость. И вот насколько они через сердце пропустили жизнь Фазу Камзатаны. Огромное вам всем спасибо. Ее называют «женщиной гор», сумевшей достойно нести по жизни судьбу горянки. Женщиной, умевшей быть сильной и мужественной, и в то же время оставаться нежной и женственной. У тех, кто был знаком с ней лично, своя Фазу Алиева. Слова благодарности за такое масштабное мероприятие хочу выразить Муфтияту Дагестану во главе с высокопочтимым Ахмед Хаджи. Особую признательность выражаю почитателю таланта Фазу Камзатаны, той, которая является инициатором, организатором этого великолепного мероприятия, многоуважаемой Айни Заинвековне Камзатаны. От Союза женщин Республики Интизар Мамутаева вручила советнику Муфтия Дагестана Айни Гамзатовой памятную медаль и символ Союза женщин России – голубой платок. Отмечали выступающие и тонкое чувство жизни Фазу Камзатовны, ее неповторимое умение передать восприятие мира в стихах, где каждый находит себя. Она всегда говорила, что верит, любит и хорошо думает обо всех людях, потому что не умеет иначе. Малика Курбанова, Маднур Магомед Магомедов, ННТ Махачкала.